В Люберцах завершился спортивный сезон среди команд детских садов. Заключительным этапом большого турнира стали веселые старты. В них, помимо детей, приняли участие и родители. На соревнованиях побывали и мы. Попасть на веселые старты среди детских садов – мечта каждого люберецкого дошкаленка. Вот только сделать это удалось далеко не всем. Из нескольких десятков команд в финальную часть турнира среди дошкольных учреждений прошли лишь 11. Образовательная организация должна была провести сначала отбор у себя в детском саду. Затем были отборочные между своими подгруппами, между детскими садами, которые находятся рядом, непосредственно в близости друг от друга. В числе финалистов команда «Солнышки» детского сада номер 150. В своей подгруппе ребята оказались быстрее и сильнее сверстников из поселка Малаховка. К финальному этапу – эстафете веселой старты, детсадовцы готовились вдвойне усердно. Мы там бегали, такие влоги выставляли. Там были встречные, встречная была эстафета. В каждой команде 8 человек, 6 родителей и двое взрослых. Организаторы отмечают, в последнее время родителей не приходится долго уговаривать, чтобы выйти на старт эстафеты вместе с детьми. Хотелось поучаствовать вместе с ребятами, ну и по возможности, конечно, добиться самого высокого результата. Мы смотрим, как они делают и учимся, скажем так, от них все принимаем. У них уже опыт есть, у нас пока его еще нет. Веселые старты включали несколько этапов. В каждом нужно было не только опередить соперников, но и сделать это максимально точно. За каждую ошибку начислялись штрафные секунды. Команде победителю и призерам вручили медали, кубок и подарок. Веселые старты стали и заключительным этапом большого турнира среди детских садов городского округа. Новый спортивный сезон среди дошкольников возобновится в сентябре. Григорий Ворманин, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ.